Показать свои вокальные данные миллионам телезрителей. «Ты супер» – это уникальный музыкальный проект, в котором принимают участие дети со всех уголков России и стран СНГ. У каждого участника тяжелая судьба. Все они остались без попечения родителей. Постарались сделать все возможное, чтобы провести этот кастинг, найти ребят, помочь ребятам каким-то образом. И главная задача, когда шел этот конкурс, нам очень хотелось, чтобы ребята, которые особенно приехали из-за рубежа, не чувствовали себя, ну, российская сторона поддерживала очень сильно. И мы сделали все возможное в наших территориях для того, чтобы к ребятам приходили слова поддержки из тех территорий, откуда они сюда приехали. Поддержать конкурсантов приезжали десятки звезд российского шоу-бизнеса. Оказаться на большой сцене для многих стало не только путевкой в жизнь, но и возможностью обрести настоящую семью. Маленькие таланты завоевали сердца миллионов телезрителей и будущих родителей. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Самая сложная роль в проекте досталась звездному жюри. Виктор Дробыш, Ёлка, Стас Пьеха и Маргарита Суханкина. Подводя итоги первого сезона, признаются, порой сказать нет было практически невозможно. Знаете, что самые ключевые моменты, самые ответственные моменты, уж насколько я шалобай, это абсолютная правда, мы принимали абсолютно идентичное решение. Мы стали самой настоящей командой. И это самое прекрасное, это тоже можно назвать переломным моментом. Это самое прекрасное, что происходило с нами, с четырьмя. Потому что мы прям, мы очень разные. На видеоконференции звезды поделились своими воспоминаниями о Крыме. Подытожили, готовые посещать полуостров, несмотря на реакцию со стороны Украины. Благодаря Крыму я больше не могу приехать в любимую Украину. Благодаря тому, что я там выступал, они сочли, что это как-то было хамством. А было бы хамством не приехать, когда был продан полный зал и оставить людей там сидеть и в итоге сдавать билеты. Для нас, артистов, мы в неком роде вне политики. Мы для людей, ради людей, ради их веселья существуем. Победителя выберут 26 мая на грандиозном галоконцерте в Государственном Кремлевском дворце. Мэри Бадунс, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ.